Если вернуться к тем же самым авариям, тем же самым авариям, ДТП, неприятностям, к тем же самым болезням. Вот человек, который становится инвалидом, вот у него было здоровое тело, стало инвалидное тело. Он был ходячий, бегающий, счастливый и тут хобана он уже лежит там с амиотрофическим синдромом или еще с чем-нибудь. Вот смотри, это же тоже момент, когда человеку вместо того, чтобы включиться игру, сказать стоп. Сказать, смотри, сказать вот когда произошла авария, да, и теперь мы скажем, ты найди, за что поблагодарить у человека. Или там инвалид человек, да, и говоришь, найди, за что поблагодарить свою инвалидность. У человека шок. Как говорить, я бедный и несчастный, а вы говорите, благодарить. Да. Суть-то в этом. А суть в этом. Это говорит о том, да, говорит о том, что у тебя настолько уже навозная куча выросла. Уже настолько, что она, скажи ей спасибо, что она тебе... Уже сама нам навозная куча просит убери. Да, убери. Она навозная куча подсказывает человеку, что у тебя есть еще шанс. Есть шанс. Убери сейчас. То есть вот авария, допустим, случается, когда... Авария, да? Человеку именно осознать момент, блин, что я делаю. Осознать, что в моей жизни накопилось столько говна, что уже навозная куча, знаешь, как дымком, дымок пошел. То есть вот-вот загорится. То есть скажи спасибо, что ты можешь в этот момент остановиться и пересмотреть всю свою жизнь. Авария говорит, остановись. Да. Пересмотри... А болезнь что? То же самое остановись. Пересмотри свою жизнь. Профильтруй. И повернись к себе лицом. И начни любить. И двигайся к любви. Очистися. Вернись, хозяин, домой. Понимаешь? А человек что делает? Болезнь там, болезнь там, да, даже инвалидная болезнь. Или авария. И человек начинает кричать на весь мир. Мне, ну, образно. А иногда даже и не образно. Я такой бедный. Представляете, я столько перемучился. Я это... Я вот сижу там... Или кто-то... Или, допустим, говорят, вот у меня ребенок больной. Там или вот авария случилась. Инвалидность. Или взрослый человек. Понимаешь, что начинается? Начинается показ. Показ театра. На самом деле это грубо, но это так. Это так. В этой грубости есть суть. Именно та чистая настоящая суть. Показ начинается. Заверни свой показ. Повернись. К тебе твоя навозная куча. Скажи спасибо своей аварии, своей инвалидности. Она тебе показала, что у тебя уже дымится какаха. У тебя есть возможность в этой жизни ты можешь очиститься. Повернись. Вернись, хозяин. Убери. Убери. Блин, такие вещи говорим, конечно. На самом деле это так. Я могу это подтвердить из собственного опыта. Я была в аварии в одной очень крупной, да, и в одной, когда мне просто в бампер сзади дали. И оба раза я знаю. Я четко знаю. Это как сварстом кошелька. То есть было осознание. Тогда надо было дать поджопу сказать, остановись. Остановись. Потому что это ты сама себе и дала. Да, 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 да. Вот эти моменты, когда тебе бьют машину, это... Просто благодарю. И не просто бьют машину. Как в той аварии, когда я дышать не могла. Когда... Ну, серьезно. То есть смотри. То есть ты уже задыхаешься. Я уже задыхалась. Ты задыхаешься в свои навозные вот это. Разбери. Да, да. Я задыхалась. Я гналась за бизнесом. Я гналась за деньгами. Я гналась за карьерой. Меня там не было. Меня как я. Я лгала. Грожь себе. Да. И понимаешь, и вот этот вот момент остановки, он хороший был момент. Очень много тогда осознавалось стресса. Особенно вот когда дыхания не было. Заметь, меня тогда заставил дышать. Тоже показательно. Сзади подлетела ментовская машина. Она сзади ехала. И выломали дверь в машине, а я дышать уже не могла. И он меня выволок на снег. И на снегу просто взял и начал сгибать. Говорит, я не знаю, что у тебя с позвоночником, но дышать ты у меня будешь. И запустил мне легкие. А с позвоночника у меня оказалось все нормально. Но тогда было прояснение сознания после этого. Вот когда уже четко расперло и больше вдоха не было, и я понимала, что все, сейчас вот еще минута, и все, кранты. И вот этот момент помню, осознаю, осознаю зачем. Осознаю, как включил во мне разум. Как изменилась после этого моя жизнь. Ключевым образом изменилась. Я не знаю, что у тебя с позвоночником, но дышать ты у меня будешь. Дышать ты у меня будешь. А теперь смотри. Что с твоей системой ценностей и убеждений. Что с твоей системой. Неважно. Неважно. Но дышать ты будешь. Но дышать ты будешь. И я задышала. Блин, вообще. И мы тогда вообще так легко отделались. Я задышала, муж там немножко криво был. Тоже задышала. Задышала. Машину сменили на другой. Но суть. И поехали дальше. Но суть. Я вернулась к себе. Мозг включился. Вот с этого момента включился мозг. Знаешь, мы же тогда ехали. Я тогда четко осознала. Если бы мы ребенка посадили в машину, то скорее всего он погиб. Тогда еще не пристегивали детей. Это же потом уже пошло обучено эту тему. А тогда дети просто ездили на заднем сидении. И скорее всего бы была, ну трагедия была бы. И тогда я осознала ценность, ценность семьи, ценность, что ребенок живой остался. Ценность всего. Я осознала, вот насколько стала неважным стоимость автомобиля. Она ушла вообще. Он вместе с хламом ушел. То есть вообще все это улетело, оно было неважно. А человек цепляется за это. Смотри, человек вперед себя выставляет. Крутые машины, сфоткаться на фоне Ламборгини. Он ценит это. Ботиночки Гуччи, еще что-то. Он выставляет вот эту материю. Но надо было один раз, чтобы тебя долбануло так, чтобы ты понял, нет, дорогой, ценен твой ребенок. Ценен муж, что он сейчас дышит рядом с тобой. Ценен на твое тело, которое сейчас задышало. Потому что если бы оно не задышало, то хрен бы ты все это видел бы. Все на этом бы картинка закончилась. И вот эти моменты, они важны для осознавания. Но это же свое подсознание. Просто ты его достал, загадил, он тебя так встряхнуло. И говорит, либо ты профильтруешь этот мусор и начнешь жить по-другому. И тогда человек, который с как-то там амитропическим, я не могу, склерозом сидит. О чем это ему? Ты еще склерозом. Посмотри. Забудь обиды. Смотри, склероз. Склероз. Вот именно посмотри, что ты делаешь. Не забудь и забудь. Не забудь. Забыть. Забыть. Не забудь отпустить. Простить. Удалить. Все старые сценарии. Все старые сюжеты. Ты сидишь. Ты сидишь в гавне. Начни себя любить. Свою жизнь. Себя. Хозяин. Хозяина нету. Заметаешь. Да. А кто хозяин в доме? Мама. Мама. Папа. Еще кто-то. Они виноваты до сих пор. А хозяин в доме? Это твое тело. Ты там хозяин. Твой дом. Твой дом. Убери его. Почему ты ждешь, чтобы тебе приходили и убирали? Блин. Вообще, когда осознаешь это. Почему ты ждешь? Я же не могу. А кто может? Какать можешь? Можешь. Убирай. Да. Прямо здесь и сейчас. Поэтому пока ты не могу, ты не сидишь. Пока ты продуцируешь обиду, пока ты продуцируешь вину, пока ты продуцируешь зависимость, ты будешь зависим. Да. Ты будешь зависим. И причем это твоя зависимость? Услышь. Твоя зависимость. Это ты со своей ленью и ложью себя в зависимость. Да. Игра в хорошего мальчика, в хорошую девочку. Я хороший. Только не увидьте плохого. Я же хороший для всех. Фух, распыление по забору. И развернись назад. А внутри пусто. Зачем? Чего я туда пойду? Там же какахи мои лежат. Их же надо разгрести. Их надо убрать. Их надо осознать. Не, не, не. Вы туда не смотрите. Я не такой. Я хороший. Я не такой. Да, это не я. Это не я. Блин, пример вообще. С ежиком. На самом деле это так. И смотри. Вот ДТП, когда человек инвалидом стал. Вот в момент ДТП всегда есть вот эта четкая, ясная мысль. И это состояние, в каком ты входил в ДТП. Точно. Вот если вернуть даже в воспоминании это состояние, отработать и прожить. Точно. То самая неизлечимая травма может закрыться. Дальше просто перезагрузка ЦНС и ресурсы. И причем, Наташа, и суть, самое-самое-самое, прям ядрышко. Суть, не разводи время, а в этот момент, в этот момент, лупи. Лупи. Именно. И тогда вдруг, а все погибли и я остался живой. Да, да, да. Потому что ты в этот момент убрал первую причину. И твое подсознание говорит, отпускаю. Да, и не будет болезни. Твои грехи отбудут. Отпускаю. Представляешь, это же так. Это так. Именно. А человек еще начинает развозить, растягивать, накидывать, развозить. И начинается и болезни, и проблемы. Еще больше захламляет себя. Еще хуже становится человеку. И он тогда начинает говорить, это потому, что я был в аварии. Так и хочется сказать, остановись. Сейчас еще опять будет у тебя авария. Следующий будет второй раз. Потому что уже бум по голове совсем даст тебя. Твое подсознание. Обычно два раза предупреждает, а на третье уже выкидает. Да. В жизни это работает. Смотри, три сосудика. Три сосудика. Первое переключение. Второе переключение. Три батареечки. Да, три батареечки. Ну, тогда уже извини, дорогой. Все. Как это. У тебя есть три желания. Да. Ну, третье уже желание. Все. 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 Закончилось. Вышел. Третий раз сразу на выход. Точно так же, как ты человеку говоришь. Первый раз говоришь. Вот это, это, это изменит. Человек начинает с тобой спорить, ругаться, задавать вопросы. Я еще один раз могу ответить. Да. А потом я перестаю отвечать. Все. Я понимаю, что там нет разума, и я распыляю ресурс. А когда ты уже, как мы с тобой сейчас, вот когда уже в тебе, ну, нет, пусто, в тебе нету, не реагируешь ты на человека, то уже третий раз ты просто у тебя. Ну, ты понимаешь, что ты просто будешь дарить ресурс кому? Да даже это не понимаешь. Просто, ну, человеку надо пройти, все, тут бессмысленно. Бессмысленно. Ты уже просто не хочешь. И принятие. Ты выбрал это прожить, проживай. Это, знаешь, как выбор программы телепередач, которые будет смотреть ребенок. Ну, ты захотел ужастик, но тебе сказали, что будет страшно. Раз, сказали, что будет два. Что там травма на выходе, психотравма может быть. Ну, ты захотел, ну, смотри. Что с тобой сделаешь? Потом вылазь из этой психотравмы сам. Но уже сам. Но уже сам. Кстати, вот об этом, между прочим, роли родителей в выращивании, сказать, воспитание детей огромнейшее. И именно, если ты видишь, что у тебя ребенок заболел, или же, как вот аутизм, да, или же даже родился больным, блин, срочно осознай. Это так же, как с аварией, совсем осознай в этот момент. Ты, это ты себя видишь в ребенке. Тебе, именно тебе надо начать развиваться. И именно тебе надо расти. И тогда твой ребенок, тебе будет, это ты, это чистое вот зеркало пришло, оно тебе показывает. И тогда это не ты должен ребенка воспитывать. Ты не можешь его воспитать, это ребенка, если ребенок у тебя больной. По методам копирования идет. Да. Ты осознай. И тогда кто первичен, яйцо или курица. Так вот, у курицы должен быть разум, и тогда цыпленок. Будет здоров. И тогда здоровая курица вырастет из этого яйца. И следующий тоже будет. И она даст здоровое потомство. Да. Потому что ты себе ограничивал уже жизнь. Да. Там 70 годами. А твое сознание все равно 3000 лет будет похоже. И ты придешь к этому цыпленку. Вопрос. Ты придешь здоровым или ты придешь больным? А это уже очевидно. Ты уже смотришься в глаза болезни. И при этом это ты уже заснешься. Это ты заболеваешь. Да, заболеваешь. И ты можешь болезнь остановить сейчас на себе. А ты видишь уже в своем отражении больное дитя. Благодаря ребенку. Благодаря ребенку, да. Ты уже видишь. Это как симптом болезни твоей, что ты уходишь в болезнь. И ты можешь либо вырулить, либо уйти в болезнь дальше. И это выбор. А это значит, ты слишком сильно себя размазал по наружному контуру. И, кстати, вот здесь, когда человек размазывает себя по наружному контуру, он слабеет. Конечно. И вот здесь есть такая интересная штука, вообще умопомрачительная, дикая даже, если ее на слова положить. Смотри, если ты разговариваешь с размазанным человеком и говоришь, тебе надо сделать вот это, вот это. Ты вот такой размазанный у нас. Что он делает? Он тебя не слышит. И ты ему можешь даже очень тихо говорить, точно так же, как он разговаривает. Он тебя вообще не слышит. Но он при этом может очень громко разговаривать. Это вторая сторона медали. Сейчас на ней остановлюсь. Недавно опыт был. Но он тебя не слышит. В любом случае. И тогда что надо, чтобы он тебя услышал? Пробить. Как ты можешь пробить человека? Силовыми словами. Да? Достаточно двух, трех уматов. Точно проявляется. Точечно. Просто точечно. Оно надо бить в цель. Ты видишь цель и видишь, что надо взломать в человеке. И твои матные слова просто взрывают. А человек, мат это табу, нельзя пользоваться. В психотерапии шикарно. Это и есть та иголка. Иголка. Тебе надо пробить. Тебе надо, тебе не надо царапать там, да, или как не царапать, а что-то там. А тебе надо, то есть не искать, не искать где там, а тебе надо пробить. Потому что мат задержит суть. Так мат это та же боль тоже. Это та же боль. Та же боль, когда тебе мат, блин, у человека аж прямо на его программах. Он его как, знаешь, как это. Как током. Током, да. И он начинает слышать, знаешь, контакты. Да. То есть, ну, ты на этой частоте сидишь, и тебя только ты можешь услышать на этой частоте. Тебя только копьем. Если ты поплав, тебя только копьем. Два этих проводочка соединяются, и он так пум. Коннект. Коннект. А есть другая сторона медали. Я недавно ее вот увидела живьем просто во плоти. Это люди, у которых большой силовой потенциал. Скорее всего, в жизни с большим ресурсом, там, финансовым, либо должностным, либо еще что-то таким. Парадоксально, они не слышат. Кстати, человек, с которым я общалась, у него даже турынды в ушах были. Представляешь, уши больные. Мне даже так весело было. Вообще, я когда увидела, думаю, блин, уши больные. Мне так весело, да, слушают так. Блин, что это? А это... На самом деле, человек настолько не слышит окружающий мир. Полностью, что он даже уши закрыл себе. И он все время давит. И он не хочет слышать. Давит, давит, давит. Не то, что не слышит, он не хочет слышать. Он не хочет слышать, да. Он давит. И вот это давящее сознание... Вот в случае давящих сознаний, здесь может работать только... Уступи, отойди и наблюдай. Как человек будет проживать опыт. Как он сам себя раздавит. Как он сам себя укатает. Знаешь как? Уступи, теперь не могу. Так сказать. Пройди мимо. Пройди мимо. Когда уступи... Это игра, да. Согласен. Ты игра. И при этой игре ты профукиваешь свой шанс. Начинается хаос. Как только ты уступил, начинается хаос. Ты пройди мимо. Продолжи движение. Продолжи движение. Потому что как только ты уступил, ты в этой ситуации узловой, да, ты уступил, ты не отошел. И тут еще больше надо. Сразу уйти в свою игру. А тебе уйти, уйди. Все. В свою игру, да. Ты уходишь в свою игру, но ваши игры не пересекаются. И вот тоже в этом парадокс, да. Говорят, мудрость – это уступить. Нет. Нет. Мудрость – это дай возможность. Дай возможность. Ты попробовал два раза, там, допустим, да. И дай возможность человеку. Ну, не слышал он два раза. Дай возможность человеку самому пройти. Но при этом ты уже дважды к нему постучался. И уже по-любому. Дважды у него уже есть, закинулось где-то зернышко, которое когда-то прорастет. У него уже есть опыт общения с тобой. Уже все. Это как, вот опять-таки парадоксально скажу, это как вирус, да, это как вирус, который… Информационный закинул. Да, дал или не дал, даст или не даст ростки, но он уже в тебе есть, он уже изменения в тебе внес. И вот теперь вирус какого? Низкочестный, ну, то есть тут уже… Дальше пошли варианты. Ну, вот смотри, само слово «уступил» подразумевает, что ты отошел и стоишь. Да, и стоишь. А здесь надо двигаться. Двигаться. То есть сразу создать свою игру. Ключ создать свою игру. Ты дальше движешься. Да, ты пошел по своему интересу. У тебя интерес все равно, он не должен останавливаться ни в один момент. Так если он искренен, Наташа, посмотри на нас с тобой, если этот интерес искренен, то его остановить можно только, знаешь, я сейчас просто почувствую. Если бы мы с тобой не были вдвоем, то тогда действительно можно в какой-то момент остановиться, когда… Все равно. Смотри, мы бы нашли других. Тогда бы ты заменила меня кем-то, я заменила. Смотри. Мы все равно пару бы нашли. Абсолютно согласна. Когда искренне… Но. Когда искренний интерес. Но, Наташа, время. Есть время. Я с тобой абсолютно согласна. Да, потрачено время. Время. Да. Время. Вот оно. Именно. Искренний интерес – это тот показатель, когда человек не останавливается, не… Это даже не так. Искренний интерес, когда ты… Мы с тобой вот сколько раз, мы бывало раз и чувствуем сами так на паузочке немножко, но эта пауза, она как ступенька. Как ступенька. Как раз. И мы с тобой всегда говорили… Новое подходит, что-то подходит. Что-то подходит, да. Им точно. Точно. То есть это как шаги. Это вот такие шаги. Новая информационная вуаль идет, и ты на новый слой выходишь, и есть момент, когда он как будто скапливается, что тебе выдать, как подстройка под тебя. И ты сам себе раскрываешь вот этот вот новый, новый слой, новая, новая вуаль, новое восприятие. Это же все разное восприятие. Да. И зная, что вчера осознавала вообще тема… Мы все время рассматривали состояние сознания и восприятия. А вчера вдруг какой-то момент, когда парадоксальное восприятие в глубину пошло, когда описывала. И вдруг у меня состояние восприятия, а их тоже много. Это состояние сознания в восприятии. Смотри, как сжимается в точку. Вот оно. И о состоянии восприятия мы вообще не учили. То есть это смена восприятий, находясь в определенном состоянии сознания. Смена восприятия, находясь в определенном состоянии сознания. В этом такое восприятие, там, в этом такое, да, да, да. И в каждом есть… Да, свое. Оно же, как минимум, три точки восприятия должно быть. Как минимум три точки. И получается, смотри, какая тонкая игра. Это… У меня нет музыкального образования, да. Это вот как есть тона, полутона, там какие-то вот оттеночные вот эти диезы, миноры, мажоры, блин, бемоли. Это, да. Я понимаю, о чем ты. Это вот именно, сказать, подбор, это не подбор. Это то, что соединит. Оттенки, соединительное вот этот вот момент. Да, да, да. Для того, чтобы переходы прочувствовать. И разные восприятия. Чтобы не было, знаешь, как в музыке. Нет, а вот именно… Игра. Музыка. Музыка, да, 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 да. Вот когда… Вчера, когда описывала вот все, что касалось коллективного, именно в коллективном… Ну, то, что да, мы с тобой. Именно в слое коллективного вдруг пришло сознание, блин, пошла смена состояния восприятия. Закручивается это дело. Это еще усложнение. И именно с этой смены восприятия идет определенный слой информации. То есть уже этого уровня. Да, да, да. Этого уровня информация воспринимается с разных восприятий. И, значит, с этой информацией можно… Как тренировка слуха, с этой информацией можно с разных ракурсов смотреть. А для чего? Когда ты создаешь, когда ты строишь новое, ты понимаешь, что ты будешь строить, какую музыку ты будешь писать. Да, да, да. Блин, это вообще… Это невероятная штука. А теперь вот сейчас вопрос вспомнился человека, который спросил, как вы можете в двух словах сказать, чему вы можете меня научить? В двух, в одном, ничему. 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 Вот при таком подходе ничему, однозначно. Во-первых, уже даже вопрос, чему вы меня можете научить? Ничему. Ничему. Только сам. Только сам. А сам это освоить высшую математику. Чему вы меня можете? Ты уже ушел, все. Тебя нет. Ты не умеешь слышать себя. Все. Ты не умеешь не слушать, а слышать себя. Все. Ничему. Мне тогда просто, когда на стриме задали вопрос, я на нем зависла, понимаю глубину вопроса, глубину разницы между объективным, субъективным восприятием. Вот смотри, вчера тоже с друзьями сидели, и психотехническая база. На начальном этапе, когда вот здоровье тела, курс, мы же от простого к сложному ушли. Есть вещи, которые там где-то пересекались с чем-то. Начальное, начальное, самое начальное. Вот еще вот только вход в инфодайинг. И человек берет, «О, так я это знаю». И потом у него возникает тут же лень, «Так зачем мне дальше двигаться?» «Ой, это знаю». И это стоп. Это опять-таки фильтр, как и черная книга. Фильтр, проход дальше, дальше, дальше. А что человеку дает произнести эти слова? Эго. 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 Точно так же, как… А, я это знаю. Обесценивание тоже дает эго. Эго. То есть человек ушел от себя. Это показатель. Нет тебя. Да, да, да. Вот эти вот моменты, вот эти вот моменты, когда… Что-то мне уже сидеть криво неудобно. Вот эти моменты, когда человек автоматически пытается сравнить субъективное с объективным, ищет что-то в объективном, чтобы там остаться. Это момент, когда человек разменивается, по сути дела. Уже на входе. Уже на входе. Уже на входе, да. И здесь очень важно… Придает себя. Да, вот в этот момент… Да, вот в этот момент очень важно развернуться и сказать, нет, подожди, объективное осталось субъективным, я иду в себя. И пойти в себя. И оторваться от коллективного. Вот этот вот отрыв… Блин, и получается, здесь уже зависимости надо прорабатывать, здесь уже капризы надо прорабатывать, здесь уже лень надо прорабатывать, ложь надо прорабатывать. Мир соткан из зависимости, лжи и лени нашей собственной. Иначе он не войдет в простейшую психотехническую базу, он не может попасть, потому что он не осознает глубину. Парадокс. Прикинь? Да. И не надо защищать никак по другому информацию. Просто по парадоксу. Он не может взять этого, и тогда он не может войти сюда. И все. Нельзя вылечить болезнь, пока ты не вытрясешь под сознание. Вот она черная книжечка. Кого-то пускает, кого-то не пускает. Да. Вот он, фильтрик. И если ты с этой стороны не зашел, ты не можешь войти здесь. Блин. Парадокс. Парадокс. Ты можешь взять, обойти черную книжку, ты можешь прочитать, но ты по поверхности, где-то что-то в тебе, конечно, что-то по-любому сработает. По-любому сработает. Но сути, до сути, до глубины себя, до хозяина себя, ты ни в коем случае, пока ты не пройдешь этот фильтр. Да. Согласна полностью. Смотри, видишь, уже на входе. На входе идет чистка, пройдешь ты или нет. И ты сам себя останавливаешь, и ты сам себя чистишь, и ты сам себя не пускаешь, ввиду того, что ты не хочешь разобраться с ленью, с ложью, капризами. Ты не искренен сам с собой. Ты предал себя. Ты играешь. Ты играешь в чужие игры. Да. И не хочешь с ними проститься. Да. Все. Да, да, да. А смотри, наша жизнь на самом деле, она действительно, это зависимость. Ребенок рождается, когда с первыми каплями молока материнского, все, он в зависимости от пищи. Мир, мы действительно в зависимости от еды. Мы не можем не кушать. Но здесь должен быть разум. И также, вот смотри, человек в своей собственной находится в зависимости от себя самого. Когда человек сам себе говорит, а, так это я знаю. Бил. Все. Все, футбол. Все. Футбол уже шандарахнул ногой по мячу. Все. Ты просто сам сделал себе вот так. Как... Ты для себя уже никто. Ты вот просто пстричку так раз самому себе, как знаешь, как муравью. Ты сам себе сделал. Все. Вот это. Отлетел. Отлетел. Смотри. Ты по поверхности. Все. Ни разу у нас не было состояния, что мы знаем. Да. Мы всегда говорим. Смотри, и нам еще интереснее становится. Мы всегда говорим, что то, что мы знаем, мы знаем, что мы совсем мало знаем. Вообще. Вообще. Да. Что мы просто чуем вот этот вот сколько и это нам дает интерес. А как вчера вошли вот в этот ресурс интереса, да? Когда эти 3000 лет нашли, да? Когда вышло вообще. Вот когда это вылетает, да? Уже все, ты понимаешь. Как биздец. Уже теперь каждую батарейку мы распотрошим в отдельности. Уже все. Уже мы добрались. Ой, товарищи. Мы добрались. И какое тут можно сказать? А, так я это знаю. Какое? Как только я знаю, я готов обучать. Да. Я готов. Я сажусь на трон сатаны. Все, все, все. И все, это старость. Это последний, третий контур. Все, ты уже смертен. Все. Да, ты смертен. Ты уже вперед ножками. И это невероятно на самом деле. Как только ты сел, как только ты начал играть в трон. Привет. И тогда какое лекарство можно сказать старым людям? Ну, будем брать старым. Так, да? То есть после 60. Хотя это надо вообще с рождения впитывать в ребенка надо. Но и просто вот это... Начните интересоваться жизнью. Зачем вы потухли? Зачем вы позволили своему огоньку затухнуть? Хозяин, вернись, да? Распали. Хозяин, поставь новые дровишки. Да, да, поставь новые дровишки. Распали уголек. Уголек, зачем? Сейчас Гена спустится. Да, Гена вышел. Хозяин вышел из дома. Вот и костер сразу. Вот оно. Найдите интерес. А что старый человек делает? Идет в церковь. Все. И продолжает размазывать себя дальше. И как по парадоксу ставит свечечки огонек. Блин, разожги огонь в себе. Огонь жизни в себе. А он по парадоксу пытается зажечь подсознание, а оно не загорается. Потому что ты уже полностью в темнице в своей собственной. Ты уже нарогатель. Так, очевидно. Очевидно. Кстати, человек столько парадоксальных вещей делает, когда это видишь. Вот реально ржешь постоянно. А обрати внимание, парадокса четыре. 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 Всегда одного фактора с четырех сторон всегда будет. Четыре. То есть как в тетраэдре. Четыре грани. Раз, два, три, четыре. Да. Всегда. И на любую качни начнешь игру. Только в точке. И в то же самое время ты стоишь на одной ноге в точке и не двигаться не можешь. Не можешь. И тогда тебе надо вторая нога, когда ты тун-тун-тун-тун и качаешься. Вот оно двойное восприятие. Да. Нам с тобой кажется, так это просто, да? Ну, в смысле, просто я имею в виду очевидные вещи. Видно настолько, да? Как черным по белому. А ведь не каждый это услышит. Поэтому мы людей раскладываем на раз, два, три. А человек зачастую еще месяц осознает, что ему сказали. А то и год. А то и год, да. Ну, как раньше вот было, да? Уходили, а потом только спустя год говорили, блин. Потом говорили, сколько пропустили. Только потом полили, да. А время, вот оно время. Вот оно время. А время потеряно. Это то, о чем я говорила. Время потеряно. Самое главное, вот что я вижу, когда, например, человек выпадает, вот человеку сказали, дали информацию вводную, вот, дали информацию, что будет последствием, да? Ну, бездумного вот этого отношения. Человек не воспринимает, он же хочет попробовать прожить его право. Он живет, и потом он приходит, но он приходит уже с этой проблемой, которую ему предупредили, что будет. Да, уже все. Сколько раз уже к нам с граблями возвращались. Да. И ты смотришь и понимаешь, а теперь осознать уже надо не только вот этот кусок, но и чужая. А уже, да. И убирать надо уже целый хлеб, а не кусочек. Да, да, да. А возьми, а возьми, далеко ходить не надо. Разводятся люди, да? Разводятся врагами, не осознав. Потом находят второго или это мужа, или жену, и оно уже имеет две составляющие, которые тебе надо проработать. То есть у тебя пожестче будет. Жестче, поэтому второй сюжет всегда жестче. Поэтому вот когда звучит фраза, ну как, я заменю мужа, ну как, я заменю директора. Замени директора, и там фирма заработает хорошо. Да, да, да. С этим трудовым коллективом уже нет. Измени трудовой коллектив, и тогда директор придет сам новый. По-другому не будет. Именно так, да. Измени семью, измени круг общения, и тогда новый муж придет адекватный. Не с той стороны заход. Заход от того, что ты мужа заменишь, ничего не изменится. Ничего. Ты так и останешься, дура. В тебе все, в тебе все. Да. Все в тебе. Очевидно. Очевидно. Это вещи очевидные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok